Коллеги, добрый день. Мы все хотим жить долго и быть здоровыми. Поэтому мы предлагаем систему, которая позволит мониторировать состояние здоровья дистанционно через интернет-сети, которая выявит риски развития заболеваний и тем самым предотвратит эти заболевания, оправит вас своевременно к врачу. Гораздо дешевле выявлять риски заболеваний, нежели лечить зуб, дешевле исправить кариес, нежели потом вырывать и выживлять новый. Гораздо проще заниматься лечением изменений либидов в крови, чем потом ставить шум от закупорки сосудов сердца. Это как минимум дешевле этим заниматься и как максимум вы получите здоровье и жизнь бесценную. Поэтому в этом суть проекта. Сейчас современные технологические компании предлагают решения, которые позволят в виде часов или небольших датчиков круглосуточно мониторировать основные показатели здоровья. Мы уникально дорабатываем этот продукт еще показателями психофизиологического здоровья, которые контролируют уровень вашего стресса и в итоге с общими показателями степень работоспособности вашей. Мы насыщаем этот продукт приложением особенным, который дает обратную связь и с помощью эмоционально-когнитивных техник восстанавливает вашу работоспособность и внимание, в том числе и психологические ресурсы, тем самым повышая вашу эффективность личную, производственную, трудовую и остальную. Тренды, само собой, развитие технологий и спрос на здоровье, ну и ряд других компонентов. Например, люди, которые не следят за здоровьем, постепенно запускают свои заболевания, приходя к врачам, но совершенно тратя дополнительное время, свои деньги и разрушая, неся вред экономике. Для государства почему важно сохранить трудовой ресурс? Трудовые ресурсы – это восстановление экономики и высокая производительность труда. Пропущу некоторые моменты. Итак, это сервис по круглосуточному, дистанционному интернет-мониторингу физического и психического здоровья. Без потери времени на дистанциализацию для вас, круглосуточно, это значит, под полным контролем. Сохраняя здоровье и появляется риск действительно продлить себя жизнь уже в старости. Коротко схема. Наш пациент, заинтересованные лица, помимо пациента и человека в этом проекте, это, конечно, работодатель. Ему важно сохранить вас на работе, и чтобы вы были не просто там сидели, а были максимально эффективными. ОМС – система государственного медицинского страхования, потому что она выделяет бесплатно для вас, но выделяет большие деньги на лечение. Дешевле выделить на профилактику, нежели лечить. Тем самым экономия у государства и у вас обеспечение здоровья. ДМС – добровольное медицинского страхования, механизм приблизительно такой же. Итак, устройство на пациенте, передающее основные показатели в базу данных. Особая система, которая в итоге превратится в Big Data. И далее будут включены и развиваться научные пазмы на ней. Далее – обработка результатов из этих данных и заключение. Вот это заключение, интересно, она отправляется пациенту, чтобы он видел, что с ним. Первое. Второе – она отправляется работодателю в случае отношения и добровольного медицинского страхования, чтобы работодатель знал, что происходит с его работником, соответственно. Далее возникает взаимоотношение между работодателем и добровольным медицинским страхованием. Если пациент своевременно после первого сигнала звонка идет и занимается профилактикой, то тогда он получает, его работодатель получает меньше процентов от страховой компании по оплате его здоровья. Дальше нет организации, и пациент пошел лечиться в МИО. Второй вариант, если это государственная система страхования, мы отправляем эти данные на биржу, так называемую. После того, как пациент выбрал, где он хочет лечиться, в государственной компании или в частной, в рамках ОМС, мы предлагаем ему выбрать в соответствии с рейтингом этих компаний, в соответствии с сервисом и качеством оказанных услуг. И ли по ширине пакета сервисных услуг и медицинских для этого человека, за одни и те же деньги. Механизм дальше следующий. Если он проводит своевременно и быстро, и ответственно относится к своему здоровью, тогда возникает инициатива на законодательном уровне. Можно предложить работодателю, где он работает, снизить процент отчисления страховых выплат, когда работодатель обязан будет слиниться с какого центра. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Давайте поаплодируемся.